Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Спасибо, что заглянули. Как вы помните, я теперь снимаю блюда разных национальностей. И сегодня, как вы уже поняли, наши любимые соседи Грузия. Я решила, так как я постоянно снимаю грузинские хенгали, в этот раз сделать что-то необычное. Поэтому мы с мамой слепили вот такой один огромный грузинский хенгал. И тут внутри... Сейчас вам покажу, что же здесь внутри. Надеюсь, что, дорогие мои зрители из Грузии, в ближайшее время, в ближайшем будущем я обязательно буду у вас в гостях. Потому что моя лучшая подруга Шелли, она родом из Грузии. У нее папа живет в Грузии, поэтому мне особо близок этот народ, так скажем. Потому что у меня подруга лучшая оттуда. В общем, вот так вот открываю. И здесь много мелких грузинских хенгалей. Такую подачу, кстати, я увидела в ТикТоке. Я подумала, блин, это же идея. Ох, хорошенько прям сварились они тут внутри. Сколько здесь штук? Семь штук. Вот. Макаем в соус, кушаем. Приятного всем аппетита, если вы тоже кушаете вместе со мной. Прям пар стоит. Я не знаю, вам видно или нет. Делаем вот так. Я как всегда делаю. Сегодня я встала рано. Ой, господи, какой острый соус. В общем, помню, я вам рассказывала. Вчера приходил доктор к бабушке. И он как бы пару таких, знаете, советов общих для всех. Он сказал, что вы делаете неправильно, что встаете настолько поздно. Я еще ему сказала, что я в 10 встаю, но иногда бывает, что и в 11. Он мне объяснил, что самый полезный сон, это от 11 до часу ночи. Если потом в старости не хотите проблем со здоровьем, лучше свой режим урегулировать сейчас. Он это сказал, и я подумала, что он прав реально. Он спросил, где ты работаешь. Что можешь тебе позволить спать аж до 10. Я не стала говорить, что я блогер, я ем на камеру. Просто сказал, что я работаю в строительной компании. И он мне объяснил, что работу, которую ты выполняешь, например, ночью за 2 часа, утром ты можешь выполнить за час. Или и то меньше, за 40 минут. То есть посоветовал мне. Да и вообще, в общем, нашей семье, ну в принципе, знаете, его слова как-то не особо меня как бы замотивировали. Просто у бабушки есть таблетки, которые он прописал, я вчера все купила. И эти таблетки нужно пить 8. А бабушка еще сама не разобралась, какие таблетки после каких. Поэтому я сегодня встала. В первую очередь дала бабушке таблетки. Приготовила ей завтрак, потому что есть таблетки, которые нужно пить во время приема пищи. И это я рассказываю не потому, чтобы похвалиться, что я прям так ухаживаю за своей бабушкой. Просто вы знаете, когда вы делаете какое-то добро по отношению, например, по отношению к детям, животным, или, например, пожилым людям, это все вам возвращается. Я имею в виду, что, вот, например, возьма меня и других мукбанкеров. Есть мукбанкеры, которые очень давно снимают. Снимают хорошо, но у них не такие хорошие просмотры, как у меня. Хотя я снимаю очень много материала. По идее, у меня не должно быть так много просмотров. В общем, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что, когда вы помогаете пожилым людям, это вам возвращается. Возвращается в виде просмотров, в виде успехов на работе, или еще чего-то. Так что вы ничего не теряете. Мы варили грузинские хинкали прямо вот в этой штуке. И вы знаете, это настолько, не знаю, хорошо проварилось. Варили 15 минут. Обычно мама говорит, 5-7 минут достаточно. Я люблю, когда много варится. Пишите, пожалуйста, в комментариях, какое блюдо готовить следующее. Следующее национальное блюдо. Я просто очень хочу приготовить что-то из киргизской кухни. Я правильно произношу, не знаю. Не знаю, что. Киргизы, которые меня смотрят. Напишите, пожалуйста, внизу, как правильно поприветствовать вас и блюдо, которое является вашим национальным. Ой. Вчера что-то от нефиг делать. Я обычно не смотрю. Решила посмотреть российский сериал. Нет, не сериал. Это просто мелодрама, такой фильм. И вы знаете, он настолько примитивен был. Мне не понравился абсолютно. Если вы знаете, интересно, российские фильмы, то пишите. просто в ютубе вывела российская мелодрама. Не понравилось. Вы знаете, сюжет такой примитивный. на середине фильма я уже знала, чем закончится этот фильм. Типа подруга увела мужа, она собрала вещи, уехала, не стала даже слушать мужа, муж начал ее искать. И как вы думаете, она нашла в другом месте другого миллионера. если бы миллионер сам начал к ней клинья подбивать. Просто нереалистичная немного история. До конца даже досматривать не стала, бы смотрела немного. Думаю, все с меня хватит. На этом достаточно. И давайте я прочитаю вам историю, которой поделилась моя подписчица. И заодно вы тоже напишите в комментариях ваше мнение. Привет, Айка. Меня зовут Дилара. Я встречаюсь с мужчиной уже около 4 лет. У меня есть ребенок. Мы с ним встречаемся тайно. Очень часто это происходит в отеле, либо у меня, когда никого у меня дома нет. Его родители категорически против меня, так как у меня уже есть ребенок и это ответственность. До каких-то пор он был рядом со мной, но сейчас говорит, что не может перейти через родителей. Перейти через родителей. И я не знаю, что делать. Я очень хочу быть с ним. Понимаю, что наши отношения невозможны, но все равно не хочется отступать, чтобы ты сделала в данной ситуации. я к счастью или к сожалению не была в такой ситуации, но если родители против, это не повод отступать. То есть, если мужчина говорит, что мы должны расстаться, потому что мои родители против, скорее всего, он сам не хочет с тобой общаться. Скорее всего, он сам не хочет этих обременений. Потому что если сравнивать, например, Азербайджан с Дагестаном, с Чечнёй, там больше чтят традиции и больше слушаются родных, близких. Вот у нас здесь, так как ситуация произошла, скорее всего, он сам не заинтересован в этом союзе. Тысяча примеров я видела, когда мужчины женились против воли родителей. Счастливо живут, потом родители тоже подтягиваются потихоньку, уже думаю, да ладно, его выбор, что спорить. Поэтому, мне кажется, не стоит верить ему. Возможно, многие со мной не согласятся, но я бы отказалась по отношению если бы знала, что это всё временно. Я считаю, что это пустая трата времени. Потом расставаться будет намного больнее, чем изначально. Зачем тогда тянуть эту резину, если ни к чему это не приведёт? То есть, это бессмысленно. У меня, к счастью, такой ситуации не было. слава богу. И некоторые почему-то в комментариях думают, что так как я ещё не знакома с родителями моего парня, что они против. На самом деле, нет, если были против, я бы рассказала об этом. Здесь нет никакого секрета. Они знают о том, что у их сына есть девушка. Замечательно. Но для меня вот эти вот отношения, как мама с дочкой, с мамой моего парня, например, это неуместно для меня. Естественно, я буду уважительно к ней относиться. Всё замечательно, но до свадьбы там ходить к ним в гости туда-сюда мне немного не моё. Например, мой парень всегда рассказывает, что их зять постоянно приходит к ним домой и приходил всегда. Они там его накормили туда-сюда. Для меня, когда мы ещё не обручены и мой парень приходит к нам домой просто в гости, для меня это немного дико. я была в Дагестане, сейчас мне в тему быстренько это расскажу, потом перейдём к основной теме. В общем, я когда была в Дагестане, мне очень понравилась там традиция. зять особо не приходит в гости. Как бы он стесняется. и мне очень нравится эта традиция. Мне не нравится, когда зять приходит к родителям девушки и, не знаю, так нагло себя ведёт, чувствует себя как дома, лежит на диване, не знаю, ещё что-то. это неправильно, что он здесь потерял. Мало того, что он девушку забирает из дома у родителей, так что ведёт себя здесь как король? В общем, об этом я поговорю, если вам интересно, в следующем видео, почему я так считаю, почему у меня такие стереотипы и так далее. Сейчас у нас с вами другая тема. В общем, моя хорошая. Если он аргументирует ваше расставание просто тем, что его родители против, поверь мне, это просто причина. Если вы всё равно расстанетесь, рано или поздно это произойдёт, лучше уж рано. Ты ещё больше привяжешься к нему и расставаться будет ещё больнее. Одно дело, мужчина говорит тебе, что мои родители против, но я всё равно буду рядом с тобой. Нас никто не сможет разлучить. Это другое дело. Тогда ты тоже можешь ему сказать, что всё, да, я тоже буду рядом с тобой, всё это фигня и так далее. Но если он уже говорит, что вам нужно расстаться, потому что его родители против, да ну его нафиг, найдёшь ещё миллион раз лучше. на этом всё, мои хорошие. Обязательно пишите прикольные комментарии, подписывайтесь на мой инстаграм, всех люблю, целую, я всё доела, уже нету ничего. Всем пока!